И снова, и снова встреча. Деревенский дневник, его очередная страница на канале Дневник Самоделки. Я знаю, ты не подписан. Какие ваши доказательства? Просто подпишись. Привет, ребят, привет, мои хорошие. Всех очень и очень рад видеть. Получилась небольшая задержка, но так бывает у нас в последнее время. I am sorry. Утро начинается с немаловажных событий, о котором поговорим в последствии в этом же видео. Все увидите, узнаете, оставайтесь с нами, не перематывайте и погнали. Сейчас, ребятки, ну уже по старой доброй традиции, сейчас, ребятки, по уже старой доброй традиции немного вернёмся назад, и чтобы не менять хронологию событий, посмотрим, что же там происходило, потом, а после вернувшись назад, в сегодняшний день. Ребят, везём кота в больницу, ну в лечебницу для котов, что-то он кашляет, как-то отрыгивает, чихает, я не знаю, какие-то спазмы у него, рвотные рефлексы, то ли простыл, то ли что-то застряло в горле, ну сейчас поедем до ветеринара, что он расскажет, да, Рыжик, ты ж мой малыш. Спазма так дёргается, как мышца, не мышца, это я так понимаю, сейчас кота мы отвозим, узнаём, потом про кота привозим, оставляем, а потом уже всё оставляем, чтобы с ним не ездить, не оставлять его больше. Конечно, конечно. Больше не ходи, только на стоя, только огни. Аэродрома, мы убежим, нас не догонят, дальше от них, дальше от дома, вновь на водни, спрят наши тени, с облака, с облаками, нас не найдут, нас не изменят и не достают. Ребят, ребят, приехали к ветеринару, сейчас сходим, надеюсь ветеринар есть и расскажем вам, что, как, почём, зачем. Жалко Рыжика, да и как иначе, поддержку для кота лайком, не жмись, бро, я лайк уже ж могу. Ребят, мы уже от ветеринара, котику сделали три укола, да, по-моему, три? Три, три. Три укола, нам дали в нагрузку, как бы, уколы и промывать горло, то есть у него какое-то кишечное заболевание, болит горло, я так понял. Педаль смут на барабанах. Рыжику спасибо! Рыжика Рыжика оставляем и едем в город, едем в город уже без него. Рыжий, никуда ты не идёшь пока, братан. Пошли, кроссовчик, пошли. Давай, давай, Рыжик, всё, ты будешь жить здесь. Всё, не уходи. Сейчас, сейчас Ира лекарства тоже тут оставляет. И едем в город, блин, весь в шерсти. Ребят, приехали в степной маяк, надо купить чего-то пожрать. Вообще, в течение дня и непосредственно перекусить, ну типа шаурмы, что-то такое. Самса осталась, но Ириша сказала, я такое есть не буду, да Ира? Сказала, она сладкая, она не сладкая, она красивая и очень вкусная, изумительная. Ну, вкусно. 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 Владеет. Картошка? Молодая картошечка. Не хотите? Не-не-не. Скажите никому. Карамели? Это семена чьи-то, да? Пожизни. Всё, обосадим. Ну я так, потому что это, совсем. Сказали кота нельзя кормить грубой пищей. первые сутки вообще не кормить, а потом только мягкое. Сейчас купим ему мясо, или как оно называется, в пакетиках, с бульончиком, не шарики, а шарику возьмем Жоржу. Самые красивые. Котяша, пища богов, котов, ну богов, ну наверное несколько, чтобы он купил. Конечно, конечно, его наверное неделю надо, знаешь, подержать на такой неделе. Ребята, идем бороться с моей прической, подстричься не получается, поэтому решили присмотреть кепку, хотя бы посмотреть красивую, элегантную, чтобы можно было спрятать вот эту повышенную лохматость, у нас выбора нет. Что? С одной стороны ты красивый, а с другой у тебя лицо, да? Это как прямо это, по глазам полоснуло. Иди, выбирай, если нравится тебе. Пошли. Они же все кепки и кепки, ну чё. Ну как, по джимсам. Ну, просто надо сравнить, покажи какую-то еще, чтобы сравнение. Какая-то выстрелит, знаешь, как оденешь и сразу поймешь, что это твое. Ничего нету, просто здесь изи-бой. Здесь просто придешь. По-моему, это лучше. Ну, если стой сравнивать. Ну, может быть. Ну, крутись. Вот это хорошо. Обычная. Не знаю. Но лучше, чем те две. Мне с этим изи-бой понравилась вот эта, которая. Ну да, была бы меньше. Прям прикольная, надо обрезать. Может есть где-то меньше размер, но по чуточку. Она мне как платье. А так вообще она кайфовая. Дорога-богатая. Да-да, хорошо смотрю. Стиляжная такая. Ребят, купили много вкусного, но уже дома покажем. Зашли за кепкой и купили цельный пакет всякого. Но главное, ребят, Иришка выбирала, значит всё будет козырно, короче, классно. Позже посмотрите. Когда говоришь про то, что там менять машину, всё, я так, ну, прям такая, думаю, вот, я как бы мечтала, думаю, вот исполнится мне, ну, там станет мне за 40. Вот. И я думаю, будут ездить на Вольве С-30 и, ну, жить где-нибудь, я не знаю, там. Поближе к морю. Ну да, поближе к морю, там, знаешь, ну, если не в Испании, то хотя бы где-то в Сочи. Вот. Ну, часть мечты исполнилась, не за 40 уже. Это да. Приехали до мамы, ребят, тут случилось нечто, свершилось. У Антохи уже вроде как поклеены обои. Сейчас будем посмотреть, что же там получилось. Давай, давай. Там получилось. А ты не где? Да некогда, ну, что одно, то другое. Да, понятно. Как-то темновато. Ну, опять же, нравится, нравится. Ну, обои классные, конечно. Они, как вирухами, да? Ну да, да. Ну, тёмные сильно, и потолок, наверное, сильно светлый по соотношению к нему. Ну, опять же, может, я не прав. Ну, ему нравится. Ну, самое главное. Ага. Да, ну, выбороть трошки, сынок. Они тоже, а потом, как ярковатые. Ярковатые, ну, вот, какой слизный контраст. Ну, просто, чей жёлтеньший бы надо, чей яркий. Ну, да. Ой, да пойдёт опять же, нравится, нравится. Ну, вещь такая ему нравится. Димимся, а это... Ну, сочетание такое, подобрал, смотрел. Да. Ну, хорошо. Это... Жанюся заказал. Ну, хорошо. Ага. Как лето его упало. Ну, ему так продалось. Ну, чё тебе? Нет. Темновато, да, по-моему? Я сразу говорила, что будет темно. Не, ну, ему нравится, самое главное. Нравится. Если ему нравится, пусть... По ощущениям. Ага. 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 Ну, ну чё, потихоньку, Антоша. Я сама. Потихоньку. Твари. Потому что есть нельзя. Рыжий. Ну, всё. Поел. Поэтому он спокойно так и сидит. Да, 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 да. Ну, ничего, ничего. Обзор, ребят, колбасы, которую мне купили. Да, да, да. Куриная. Ну, рыжий поел, но в которой не есть нельзя было. Ну, наверное, его это не останавливало, что у него. Вот он попалит. Проглотил. Нормально пошло. Да, шаурма у тебя осталась. Слава Богу. Да. Как ни странно. Но на пакете, а там пакете ещё пакет. Да, шаурма живая. Ну, колбаса привезла его Бога. Яковский Бог. Он, наверное, услышал что-то. А, вы есть мне не собираетесь давать? Ну, держитесь. Ой, рулет меренговый. Масло подсолнечное. Иришка какие-то перчатки себе купила. Ну, работать во дворе ещё перчатки. Кату же есть нельзя. Твёрдую пищу. Купили ему мягкую. Но это завтра только можно ему как бы типа есть. Но он уже поел. Сырок. Молоко Иришка собиралась делать блины. Куча еды коту мягкой. Это на работу в каземаке и собачий корм. Вот это меня котейка подвёл. Нихера себе. Разве так можно, рыжий? Ну, она серая как-то качество поинтереснее. Ну, она вообще, ну, конечно, иная совсем. Это Иришка, если ещё одну майку купила. Ну, размер, да, примерно подходит. Просто укоротить белую. Чуть-чуть немножко, видишь, даже совсем на немного. Ну да. Совсем на немного. Да уйдите вы! Ещё и по белой майке. Давай, ребят, сейчас покажу тот комплект, который купили мне. Ансамбль. То есть, кепочку купили, майку, штанишки. Красота неимоверная. А! Сколько? Рублей 7 обошлось, да, по-моему? Ну, брюки 3500, майка, повернись. Ну, так примерно. Ну, я не помню просто. Сейчас покажи. Майка 1800, ну и кепка 1000 рублей. Я уже забыл всё, что уже. Ну, да, около семей, ну, почти. Ну, и мне же майку купили за две тысячи. За две с чем-то, да. Ну, две тысячи, моя майка белая. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Заживем. Ну, раз подстриться не получилось, ребят, придётся носить кепку козырную. Нет, хорошо тебе, хорошо. Настал вечер, и пришло время лечить нашего КТ. Охренеть, ребят, кота сейчас заливали лекарства. Гляньте. Всю майку мне порвал. Притом, майка такая, ну, классная, не дешёвая. Не, ну, всё. Да не, ну, ничего. Просто умнее теперь надо будет, ну, завтра уколы колоть. Это вообще надо в какую-то фуфайку мне одеваться. А то мне пузо распорят, блин. Блин, охренеть. Вот представь, сколько дуги. Ну, да. Пришёл с работы, ребят, сейчас будем дальше колоть кота. Ему это совсем не нравится, вырывается. Он даже зашпелился. И щит на кухне возле кормушки стоял. Жов, агат, жов, агат. Все рады, что я пришёл. Да, да. Сейчас, сейчас будем котика лечить. Уколы подмышечно, подкожно, под лопатку. Сейчас будем делать. Захутывать. Лопаточки эти оставлять. У кашлял? У кашлял? Сильно так же? Ну, мне кажется, что меньше. Ну, так было несколько хорошо и сильно. Ага. И вру, чтоб горло промылось. Тоже 1 мл. Ну, частично разлил. Переверни, чтоб заглатывал. Или пойдёт. Глотим. Ну, куда безумчика. Блин, жалко кота. Ну, опять же, а что делать? Ну, он не нравится. Ну, хотя уже не нужен. Ну, так привыкни потом просить уколы. Ага. Ребят, ребят, едем до тёщи. Ну, прям вот с утра только проснулись. Своих ещё кост не кормили. У неё родила коза. И непонятно. Там две козы, непонятно. То ли и вторая чуть-чуть родила, или одна только, но родила трёх козлят. Надо сейчас разобраться. Теперь, ребятки, когда вы поняли, что у нас начали уже лупиться козлята. Ну, вернее, у тёщи. Но оно всё где-то рядом. В общем, камера села, и снимать козлят пришлось несколько позже. Ребят, у нас же камера села, когда мы утром ехали спасать козлята. Не знаю, как правильно. Решили заехать ещё один раз, специально, и показать вам новорожденных малышей. Газовик. Газовик. Тихо. Тоже подснять. Забыл, как их зовут. Коза, видишь, она не белая, Ира. Не белая, она такая, бежененькая. Чтобы она не напугалась тебе. Сейчас аккуратно подснять. Ого! Спасибо. Ну да, я так понимаю. Она жутко вредная, но жутко вкусная. Спасибо большое. Она сладкая, но как не вредная. Роза, она не сладкая. Я чуть-чуть похоже приеду тогда. Ну, приду или приеду. Спасибо. Ага. Где-то рядом. Сегодня наступила топора, когда и нашу козочку надо отсаживать отдельно, чтобы она спокойно, тихо, родила своих первенства, свое потомство. Самая первая козочка, которая у нас родит, будет вот эта снежинка. Её-то и пересаживаем в отдельные номера. Ещё вчера была прям весна-весна-веснище. Сегодня пасмурно, где-то рядом ходит дождь, но как есть. Сейчас, ребят, надо же завязать нашу калитку, чтобы козочка не выскакивала. Соответственно, нам понадобится проволока. Самый простой вариант. Пойдём, пойдём. Гадость такая. Давай-давай-давай. Заходи. Всё, пока поживёшь там, малыш. Теперь, теперь вы как понимаете, ребятки, нашу козочку отдельно сидячую надо обеспечить едой, водой, чем мы сейчас и займёмся. Сено, как пахнет сеном. Успокойся. Тебе здесь будет лучше, малыш. Кушай. Ребят, козочка должна у нас родить примерно 3-го числа, то есть как бы время ещё есть, ну порядка 5 дней. Но решили сделать это раньше, чтобы остальные другие козы ненароком не повредили новорожденных козлят. Не наступили или что-либо ещё, поэтому коза должна сидеть отдельно. Ну а эти будут рожать уже несколько позже. Так, так, а сейчас, похоже, случиться невозможно, ребят, дело в том, что дозвонились парикмахтеру моему. И вот это чудо-прическа, которая уже переросла в немыслимые размеры, потому что примерно раз в месяц стригусь, уже прошло более двух месяцев, едем в парикмахтерскую. Ребят, едем в парикмахтерскую, покажем красоту неземную, я не знаю, там будут волоса лететь, наверное, как это, газонокостинки. Ну, здорово, это два с половиной месяца, наверное, не стыкся, обычно раз в месяц. Это ж полный пистит, но обычно числа 18-го, ну как. Короче, дохера не стыкся, это ужас. Ребят, машину поставили хередей, решили прогуляться немного пешком, погода благоприятствует, солнышко немного прошло, дождь дышится, кайф. Думаю, вывеска новая этого, парикмахерская, а нет, сейчас лохматость моя исчезнет. Подстригся, подстригся, ребята, стало гораздо лучше, легче, симпатичней, идем искать риску, по-моему, она в семейном стиле. На входе одеваетесь, ну пошли. Что со мной красивое уже есть? Можно показать, что тут шутка? Да, хорошо. Хорошо. А по сравнению с тем, что было, ну все хорошо, там уже такая лохматость. Повыше она? Повыше, да. Когда Хулибер умер, лилипуды сказали, ебать копать. Ну короче, пошли сейчас просто пиар-кампанию попробуем заказать рекламную, и за машиной, да, и сейчас расскажешь все. Делает, делает, ну вопрос цены. Мы в доброцене, ребят, семечки. Алисусом снежный ковер, флокус красивый гном, красивого гнома нам не хватает. А вон петрушки еще свел. Тут вообще есть сметана, ну вот какая-то сметана. Ну надо, чтобы она была, ну такая нормальная. 53-65 рублей. Без МСЖ, при том сколовка. Кита, да? Там нет ни о чем, красная типа Китая. У Иры сел телефон, там все деньги в телефоне. Пошла в машину заряжать. Я вот гуляю с тем, что мы нахапали. Все? Да, я уже скучал. Пошел. Перемещаемся домой. Кушаем, почиваем, набиваем свой организм живительной энергией. И садимся монтировать. Ну что такое, что тебе надо? Что тебе надо? Спасибо тебе. Не забудь подписаться в РО. Я не пожалел. Приду. Ах, дай. Ах. Приду и ввы. Ладно, посмотрю. Ох. Ах.